Здравствуйте, меня зовут Жанна Санжак, я думаю, что уже многие меня знают. Я работаю в индустрии красоты и визажистом уже 25 лет. И я предпочитаю макияж, который подчеркивает естественную красоту женщины, когда он практически незаметен, когда кожа выглядит здоровой, молодой и при этом как будто бы не накрашенной. То же самое касается и макияжа губ. И очень многие девушки ищут ту помаду, которая будет подчеркивать ее красоту губ или усиливать натуральный пигмент. И сейчас я хочу вам показать серию помад, которые как раз могут удовлетворить ваш запрос. Огромное количество женщин ищет натуральную помаду. Вот нужно, чтобы подо все. Но я хочу вам сказать, мы же с вами разные, поэтому натуральная помада для каждой из нас будет какая-то своя. Но более того, можно иметь несколько натуральных цветов и подбирать их в зависимости от того, какая у вас идея в макияже, что у вас из одежды или из украшений. Потому что они тоже диктуют, какой будет цвет помады. Я хочу вам представить серию помад, которые как раз поможет вам выбрать тот оттенок, который идеально подойдет для вашего лица. И также, может быть, вы захотите приобрести еще несколько помад, которые будут тоже натуральные, но немножко с другим подтоном, насыщенностью, что тоже будет смотреться очень красиво для каждой из вас. Перед вами представлены помады из шести цветов. Я вам сейчас подробно покажу, какой цвет можно подобрать, для какого цвета колорита. Цвет делится на теплый и холодный. Поэтому, когда мы говорим про натуральный цвет помады, то есть натуральные помады, которые больше с теплым пигментом, и есть натуральные помады, которые больше с холодным пигментом. Также и у нас с вами, так как мы разные, могут быть губы теплого цвета, например, бежево-персиковые, или они могут быть холодного цвета, бежево-розовые. Также к холодному подтону будет относиться такой немножечко сливовый цвет, это бежево-сливовый, и к теплому это бежево-коричневый. И еще есть цвет губ, очень часто встречается у детей, когда они такого, знаете, прямо сочного красного цвета. Так вот здесь как раз помады представлены теплые и холодные. Они все натуральные, они все бежевые, но отличаются именно вот по этому критерию легкого подтона по теплоте. Как можно выбрать помаду? Один вариант, вы выбираете цвет помады практически такой же, как у вас цвет натуральных губ. И таким образом вы усиливаете свой естественный пигмент. Второй вариант, когда вы хотите немножечко изменить свой естественный пигмент губ. Например, у вас губы бежево-персикового цвета, но вам больше нравятся, когда они с розовинкой. Значит, вы выбираете помаду натуральную, но там, где присутствует больше холодный пигмент. Таким образом вы добавляете немножечко контраста, яркости в свою внешность. Так как все помады натуральные, то в зависимости еще от сезона или от ваших личных предпочтений, хотите вы сделать губы более сочные или естественные, то тогда и выбирайте цвет. Поэтому все натуральные помады, которые здесь представлены, они подойдут практически каждой из вас. Поэтому выбор помады больше будет обусловливаться именно тем, что вы хотите. Усилить пигмент, повторить пигмент, изменить цвет своих губ. Или, например, в зависимости от яркости одежды, вы можете подобрать яркий цвет помады, который будет очень хорошо сочетаться с вашим целостным образом. У каждой из нас есть свои предпочтения по текстуре. Значит, если мы говорим про натуральный макияж, это типа губы у меня не накрашены, они у меня вот такие натуральные, естественные. Но на самом деле здесь у меня есть помада. Эта помада создает ощущение дополнительного увлажнения, то есть если губы хотя бы слегка суховатые, или вам просто нравится, когда они более мягкие сами именно по текстуре, то эта помада как раз придает вот такой немножечко бархатный эффект. Плюс вот ощущение, как будто бы вы нанесли какой-то шелковистый бальзам. Но при этом нету излишнего какого-то блеска, сияния, нарядности. Очень естественные, красивые, сочные губы. В данном случае на губах у меня помада номер 404. Значит, это как раз из той серии, когда вы можете без зеркала просто вот так вот сделать, накрасить губы, и у вас уже будет хороший интенсивный цвет. Но все-таки нужно учитывать, какой у вас изначально свой цвет губ. Если у вас губы достаточно яркие по цвету, то тогда цвет этой помады на ваших губах будет немножечко поинтенсивнее. Если у вас губы нейтрального цвета или светлые, то тогда цвет помады будет точно такой же, как в тюбике или как вы видите на картинке в интернете. Вот, пожалуйста, посмотрите. Я специально разделила цвета так, что с этой стороны в основном холодные цвета 407, 404, 402. Натуральные, но более холодные. 405 номер это красный интенсивный, но это натуральный красный. Это когда хочется сделать чуть повыразительнее губы. И 403, 406 это натуральные, но более теплые цвета. И вот вы как раз можете выбрать в зависимости, как я уже сказала, от идеи в макияже, от настроения, от времени года или под одежду. И все они будут смотреться на ваших губах великолепно. Сейчас у меня на губах номер 404, как я уже сказала, да? Помада очень хорошо держится, поэтому вы можете смело накрасить и не думать, что она куда-то у вас растечется. Ну и, конечно, сейчас я хочу вам показать небольшую трансформацию. Я надену украшение и другой цвет помады. Под более яркие украшения я хочу сделать более нарядный образ. И при этом остаться естественной. Это может быть не только помада, но и немножечко румян. Это мой любимый приемчик, поэтому у вас может быть в одном цвете сделан и цвет губ, и цвет румян. Это очень удобно, и у вас тогда получается целостная композиция. Почему вы даже не добавите еще капельку на глаза? И все. И у вас любые тени, и вот помада, которую вы выбираете, у вас все получается в единой композиции. Вот. Естественно? Да, естественно. Красиво? Очень. Поэтому вы можете также экспериментировать. Очень хороший здесь футлярчик, который прекрасно закрывается. Шикарная упаковка. Поэтому, девушки, выбор за вами. Выбирайте то, что вам по душе. Спасибо. Спасибо.